Добрый день, дорогие мои друзья и коллеги. В прошлый раз я обещала, что следующим нашим роликом будет раскрытие темы о разрушительном действии клеветы. Действительно, вопрос с клеветой сейчас обстоит очень серьезно. Почему? Потому что, во-первых, все мы люди любим новости. И не всегда эти новости могут быть достоверными. Явчайший пример – это средства массовой информации. Мы знаем, что очень часто пейки запускаются, потом оказывается, что это совершенно неправдивая информация была. Ну, также, по большому счету, все мы немножко сплетники. Чем занимаются все наши любимые бабушки, которые сидят на лавочках у подъезда? Правильно, перемываются всем нам окружающим косточки. Ну и вот, одно дело, если это перемывание косточек между тобой и мной. Как бы оно не несет такой страшной информативности, направленной на то, чтобы причинить какой-то психологический вред человеку. То есть, вот тут надо различать понятия неправда, обман и клевета. Чем же они будут отличаться? Ну, если мы между собой говорим и что-то немножко там искажаем факты. Или же мы были введены в заблуждение, то есть, до нас дозвелись какие-то сведения, которые мы считаем, проделываем, мы вот сообщаем другу, подруге, родственнику. Это просто обман, и он не несет, конечно, никакой уголовной ответственности. Но что же такое клевета? Вот, уголовный кодекс дает нам такое определение. Клевета заведомо ложная, заведомо ложная, порочащая информация. Или же распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого человека или подрывающего его репутацию. Видите, тут уже понятие клевета включены негативные последствия обмана. Ну, а сейчас я хочу поговорить о клевете в бытовом смысле этого слова, что она тоже может нести на себе очень большую негативную нагрузку. Для того, чтобы было все это нагляднее, я хочу привести вам пример из экспертной практики моего бывшего межрайонного отделения, судебно-медицинской экспертизы. Значит, что интересно, что судебно-медицинские эксперты, они часто имеют возможность прослеживать все звенья следственного процесса, начиная от момента работы на месте происшествия или же там во время обыска помещения до вынесения вырубу. Ну, то, что на русском языке называется, до оглашения приговора на всех этих этапах. И так как судебно-медицинские эксперты работают общего профиля, работают по двум направлениям, это судебно-медицинская экспертиза умерших и судебно-медицинская экспертиза живых лиц, то мы иногда можем даже быть свидетелями расследования дела со всех сторон. И вот я хочу вам привести такой конкретный пример. Значит, было совершено некое убийство. И одного человека, который, забегая наперед, скажу, что он там был совершенно ни при чем, но по каким-то там косвенным уликам его задержали по подозрению совершения убийства. Как вы понимаете, это достаточно серьезное обвинение. Конечно, ближайшее окружение его было в шоке. Но, как бы, никто и не узнал дальше о том, что его там задержали, потому что задержание проходило там в темное время суток, и небольшое количество там было очевидцев. Но дело в том, что по соседству, возле него проживала наша коллега, врач. Вот. Она имела такую не очень хорошую, значит, особенность. Вот она была сплетницей большая, любила поговорить. И вот самое несчастное, что произошло во всей этой истории, что она принимала участие при его задержании, значит, там, во время обыска, как понятая, то есть как свидетель. То есть она знала, что его задержали по подозрению в убийстве. Ну, далее понятых же не держат в сведении, в отношении того, какие происходят расследования, все такое. На том этапе ее функция была осуществлена, и все на этом. Вот. Но она никак не могла успокоиться, то есть я ей хотела донести, я ей хотела донести эту информацию до как можно большего количества людей. И она активно, как только вдруг заходили какие-то разговоры о том, вот что там произошло в доме, все, она вот обязательно непременно рассказала. А, наш сосед, вы представляете, какое? Вот вам тихонько. А оказывается, что он убийца, там, и все такое прочее, понимаете? Хотя на самом деле, как я уже сказала, что у человека вообще ни при чем был. Ну, это действие происходило задолго, еще до 2000 года, то есть в рамках старого Уголовно-процессуального кодекса Украины. Я не точно уже не помню, сколько времени его продержали. Вот. Но в конечном итоге, в ходе следствия было определено, что он там непричастен, конечно, его выпустили домой. Вот. Ну, а у этого человека и так были определенные проблемы, то есть там безработный он был, что-то там на предыдущем месте работы его сократили. Вот. У него были определенные проблемы. И когда он начал ходить, пытался устроиться на работу, а, знаете, что такое райцентр? 40 тысяч населения, это на самом деле очень мало. То есть все приблизительно уже примелькались в лицо друг друга, знают. И новости же бегут, распространяются впереди человека. И вот, естественно, что он нигде не мог найти работу, потому что все говорили, «Да вы что? Да он же убийца, его же задерживали в милицию по подозрению убийства». Короче говоря, так продолжалось несколько месяцев, и у человека оказалась очень слабая психика. Он не выдержал вот этого прессинга, не выдержал вот этих сплетен, которые запустила его соседка. Я даже не знаю, он был в курсе, кто распространял эти петли. Не в курсе был. Вот. Ну, короче говоря, в конечном итоге он не выдержал и покончил с жизнью самоубийством. Он повесил. Когда началось расследование, я хочу рассказать для неискушенного в вопросах судебной медицинской экспертизы зрителям. Дело в том, что экспертиза в случае совершения самоубийства тоже обязательно назначается. Многие говорят, ну вот зачем? Ведь и так понятно, что человек сам ушел из жизни. Да, ушел из жизни сам. Но есть такое понятие, как доведение до самоубийства. И за доведение до самоубийства наступают уголовные ответы. Поэтому милиция, прокуратура, они всегда занимаются расследованием таких случаев. И вот, когда началось расследование, а ведь уже же знали, что он подозревался в совершении убийства, хотя знали, что он там ни при чем, то есть этому расследованию уделили уже больше внимания. Стало известным, что, в общем-то, в ходе расследования, что вот эта наша коллега, она причастна к этому делу. И я вам сейчас хочу зачитать цитаты из нашего законодательства, чтобы вы знали, что, ну вот как говорят, то, что не может быть осуждено человеческим судом, то выносится на суд Божий. Действительно, есть и такие случаи. Но в данном случае тут не до суда Божьего, а тут должна была быть конкретная уголовная ответа. Значит, вот смотрите. Есть статья 1511 Уголовного кодекса Украины, где говорится, клевета – это умышленное распространение заведомо недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица. За такие действия предусмотрено наказание. Сначала в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок до 200 часов, или исправительных работ до срока на один год. Это первый момент. Но это если клевета как бы не принесла еще таких страшных последствий. Теперь смотрим дальше. Если клевета состоит в обвинении лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, как в нашем случае, когда человека обвиняли в совершении убийства, тут уже штрафом не отделаться. Санкция части третьей этой статьи предполагает выбор между исправительными работами на срок от одного до двух лет и ограничением свободы на срок до двух лет. Ну, конечно, мы не судим, мы не знаем, как бы конкретно рассматривал судья данный вопрос, если бы была возможность доказать, что наша коллега была причастна к этому. Вот несправедливость случившего заключается в том, что у этого человека на дому или среди родственников не нашлось никакого подтверждения документального тому, что он не выдержал именно в результате вот этих сплетен. Но были у нее и другие экспертизы, когда доказывалось и доведение человека до самоубийства, и в результате кривиты. Так вот, значит, если бы в распоряжении правоохранительных органов оказались предсмертные записки, в которых бы он указывал, что вот он просто не выдержал вот этих сплетен, которые наносили ущерб его репутации, что сплетница была такая-то, что она порочащие его сведения распространяла, если бы остались какие-то его дневники, в которых бы он написал, если бы сейчас уже в наше время, да, если бы нашлось документальное подтверждение в виде, допустим, смсов к родственникам, знакомым, то вот это все было бы уже привлечено в качестве доказательств, и тогда, конечно, наша коллега, она бы не смогла избежать уголовной ответственности. Ну, дело в том, что, как я уже сказала, в данном случае просто она не понесла заслуженное наказание, поэтому, как говорится, да, тут уже пойдет дальше на суд Божий, она уже, как говорится, перед Богом будет отвечать за это. Вот, но, для первого-то, от этого не легче, понимаете? Поэтому, что я хочу сказать насчет клеветы? Значит, я же говорю, всем из пленники хочется иногда о чем-то поговорить, но прежде чем что-то такое говорить, вы всегда должны задуматься о том, какие могут быть последствия. Вот если действительно случится такое, наподобие того случая, которым я как сказала, человек просто не выдержит. Вы понимаете, что на вашей совести будет жить человек. Поэтому я бы советовала, ну, пока что я обращаюсь не именно к моим коллегам-врачам, а вообще ко всем слушателям-врачам, что я бы хотела задуматься о том, стоит ли распространять сведения, в которых вы точно не уверены. Особенно это касается материалов уголовных дел. Значит, чтобы вы знали, что существует уголовное ответственность за разглашение следственных данных. И если вы были там свидетелем какого-то происшествия, то вы должны знать, что до оглашения приговора в суде вы не имеете права распространять никакие сведения, потому что если вы их будете распространять, то вы сами можете получить срок. Вот так вот. Теперь то, что касается наших коллег-врачей. Дорогие мои коллеги, вас касается все то же самое, что я говорила. Для всех остальных плюс. Дело в том, что вы знаете, врачебная тайна сейчас понятие стало довольно относительное. Если 30 лет назад, 25 лет назад, например, заболевание раком составляло врачебную тайну заболевания сифилисом, венерическими другими заболеваниями, это все составляло врачебную тайну. Мы не имели права распространять это родственникам, вообще большому количеству, ну, в принципе, мовит уже хорошее такое значение, широкому заголовно-селунику, то есть, ну, всем окружающим. То сейчас все эти рамки, они как-то так стираются. Ну, с одной стороны, хорошо. Вот сейчас даже, как бы, в больничных листах не выставляется диагноз, потому что считается, что имеет право на тайну больной. Это правильно, конечно. Вот. Ну, вот как бы щекотливых ситуаций. Когда, например, вы работаете, скажем, дерматренирологом и видите, что ваш пациент действительно болен венерическим заболеванием, или же, например, еще того хуже, вы узнаете, что человек ВИЧ-инфицирован. Вот. Конечно, с одной стороны, вы должны обязательно эту врачебную тайну сохранять, и уже ни в коем случае не придавать огласки. Ни в коем случае. Но с другой стороны, а если вы знаете, что этот человек проходит, допустим, подозреваемого по уголовному делу, как вам поступать. Но единственный выход, это, конечно, вы можете информировать следователя. И даже лучше было бы, чтобы вы информировали его письменно, чтобы вы обращались на имя следователя. И тогда, в дальнейших случаях, если у нас тут какие-то негативные последствия, то вы можете показать, что вы только открыли необходимые сведения, которые могут интересовать следствия. И все. Вот насчет. Это все было бы в цивилизованных рамках, и так, как требуют законы. Теперь я хотела бы поговорить о кривите в отношении врачей. Предыдущий мой ролик, если помните, был посвящен тому, что же делать врачам в случае, если, значит, их, грубо говоря, достают незаслуженно недовольные пациенты. И частично я уже сотрагивала эту проблему. Вы знаете, что некоторые пациенты могут специально порочить вашу честь. Действительно. В таких случаях, кроме того, что вы можете обращаться, как я уже говорила, с ходатайствами, значит, в правоохранительные органы, в суд, вы можете еще написать заявление, потому что, как я вам уже говорила, в нашем уголовном кодексе, в уголовном процессуальном кодексе, есть статьи, называется, про нахлы, то есть о клевете. Вот. И за эту, это статья подразумевает, значит, наступление уголовной ответственности за заведомо неправдивые ответы, которые распространяют цель вас, опорочить вас, опорочить вашу репутацию. Поэтому в тех обращениях, которые вы можете написать в правоохранительные органы, вы можете конкретизировать и написать, что вот согласно статье о клевете, прошу привлечь вот такого-то гражданина, который специально опорочит, не слушает никаких моих доводов, аргументабельных распространяется в риту, прошу применить к нему еще и уголовную ответственность. Ну, я думаю, что в таком случае, конечно, все посякательства на вас будут сразу прекращены, потому что одно дело, когда человек знает, что просто на него подают в суд, там он может себе предполагать, что какая-нибудь административная ответственность, там, ну, дисциплинарно, там его, значит, попросят, чтобы он... А другое дело, когда уже его подводят под сетью головного кодекса, это очень серьезно, и тогда человек может задуматься. И вот поэтому, дорогие мои коллеги, я призываю вас все-таки обращаться в таких тяжелых случаях, потому что надо бороться с таким негативным явлением, как клевета, иначе ничего в сторону улучшения нашего практического здравоохранения не изменится. Ну, все-таки я надеюсь, что такие случаи в вашей практике будут нечасто, вот, и я надеюсь, что вы будете тактичными, сможете для человека найти общий язык и, значит, убедить, как-то его полюбовно и не доводить до крайности. Ну, а если уже будет безвыходное положение, то вот, вы уже будете знать, по какому алгоритму вам действует в таком случае. Ну, и я думаю, что на сегодня этот информативный ролик несет достаточной информации, мы можем перерваться, а в следующих наших встречах мы поговорим о судебно-медицинской оценке алкогольных состояний вообще у граждан, у водителей, о молодежи, то есть это такой вопрос, который интересует практически каждого. Желаю вам всего хорошего.